Добрый день, глубоко уважаемые коллеги, председатели. В первую очередь хотелось бы поблагодарить за возможность принять участие в этой конференции. Говоря о возможностях ПЭДКТ в диагностике образования печени, безусловно, стоит сказать, что данный метод не является золотым стандартом в диагностике образования печени, уступая это место позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии. Однако в ряде случаев ПЭДКТ остаётся единственным возможным методом диагностики, позволяющим определиться с дальнейшей тактикой лечения в отношении пациентов. Что же такое позитронно-эмиссионная компьютерная томография? Это метод радионуклидной диагностики, наибольшее применение получившего в онкологической практике. Это гибридный диагностический метод, позволяющий визуализировать как анатомную морфологию органа, так и патологические изменения, происходящие на молекулярном уровне, оценивая метаболизм различных веществ в ткани. Позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией, это гибридный метод, как я уже говорила. В чём же заключается основное преимущество гибридного метода по сравнению с моноисследованием? Мы имеем возможность получать две части исследования, КТ и ПЭД-часть, с возможностью в последующем при оценке изображений совместить их и получить картину метаболических изменений в сочетании с их анатомической локализацией. В отличие от других методов лучевой диагностики, источником излучения при позитронно-эмиссионной томографии является сам пациент, к которому введён радиофармпрепарат, уменьшенный позитронно-излучающими радионуклидами. Радиофармпрепарат — это радиоизотоп с определённым лекарственным веществом, доставляемым к определённым тканям или опухолям. Лекарственное вещество отвечает за то, в какой ткани накопится радиофармпрепарат, и радионуклидная метка позволяет врачу-диагносту увидеть это накопление на изображении. Существует большое количество лекарственных препаратов и радиофармпрепаратов, применяемых в радионуклидной диагностике. По сути, методом ПЭД можно оценить любую функцию организма, важно только то, подобрать то химическое соединение, которое является важным в осуществлении этой функции. Чаще всего при позитронно-эмиссионной томографии используют ультракороткоживущие изотопы с периодами распада от 109 до 2 минут. Это позволяет снизить лучевую нагрузку на пациента, и таким образом уже к концу исследования пациент может быть нерадиоактивным. Мерой оценки полученных данных выступает СЮФ, это так называемый стандартизированный уровень захвата радиофармпрепарата. Это метод оценки, представляющий собой отношение удельной радиоактивности в выбранной зоне интереса к величине введенной радиоактивности и учитывая массу тела пациента. Это коэффициент, используемый программным обеспечением любых современных компьютерных томографов для полуколичественного анализа данных. Стоит сказать, что на изменение параметра СЮФ влияет множество факторов, начиная от калибровки аппарата, времени, прошедшего с момента введения радиофармпрепарата до начала исследования и вплоть до уровня глюкозы в крови пациента на момент исследования. Изменение уровня метаболической активности значением СЮФ является одним из критериев результатов проводимой терапии, так как отражает жизнеспособность опухоли. Основным радиофармпрепаратом, применяемым в онтологической практике, является 18-торгозоксиглюкоза. Связано это с тем, что вообще торгозоксиглюкоза является синтетическим аналогом глюкозы и основным метаболическим субстратом большинства тканей. Именно вторгозоксиглюкоза накапливается в больших количествах в злокачественных новообразованиях, что вызвано их высоким гликолитическим индексом. И таким образом позволяет дифференцировать злокачественные образования от окружающего фонового захвата, например, паренхемы печени. Также стоит отметить, что уровень накопления вторгозоксиглюкозы может свидетельствовать о степени дифференцировки клеток опухоли. Так, чем ниже дифференцировка опухолевых клеток, тем выше метаболическая активность и тем выше захват радиофармпрепарата. Еще один радиофармпрепарат, о котором мне хотелось бы упомянуть ввиду диагностики образования печени, это 18-торхолин. Холин – это органическое вещество, являющееся важнейшим компонентом в строительство клеточных мембран. Наибольшее применение данный радиофармпрепарат нашел в диагностике рака предстательной железы, а также ряда опухоли головного мозга. Говоря о возможностях 18-торхолина в диагностике образования печени, стоит сказать, что его повышенный метаболизм отмечается в клетках высокодифференцированной аденокарциномы. В то же время при низкодифференцированном раке, холангиоцеллюлярном раке и метастазах печени он оказывается неэффективен. Ввиду того, что большинство исследований проводится с торгозоксиглюкозой, стоит разделить все опухоли печени на FDG-позитивные и FDG-негативные. К FDG-позитивным относят низкодифференцированный рак, холангиоцеллюлярный рак и подавляющее большинство метастазов печени. К FDG-негативным обхолям печени относят высокодифференцированную карциному, как я уже говорила, все доброкачественные образования печени и метастазы на фоне проводимой химиотерапии. Вследствие их кистозной трансформации, собственно, на этом строится одна из задач позитороноэмиссионной томографии – это оценка результатов химиотерапии. С целью получения достоверных результатов крайне важна подготовка пациента к исследованию, в отличие от других методов исследования. Так, исследование проводится натощак с обязательным 6-часовым голоданием и с обязательной водной нагрузкой пациента. Доза, введенная пациенту, рассчитывается индивидуально, исходя из площади поверхности тела и составляет в среднем 374 мкд для исследования всего тела. Интервал между введением радиофарм препарата и сканированием составляет 50-60 минут. КТ-часть исследования в идеале проводится с внутривенным болезненным введением контрастного вещества. ПЭП-часть исследования продолжительностью 25-40 минут в зависимости от роста пациента и зоны исследования. Диагностическими задачами, основными, которые стоят перед позитороноэмиссионной томографией, являются выявление злокачественных новообразований, в том числе поиск первичного очага при обнаружении метастазов другими методами исследования, дифференциальная диагностика злокачественных и доброкачественных образований, стадирование опухолевого процесса, оценка эффективности проводимого лечения и оценка рецидива. Позвольте вам представить ряд клинических примеров. Пациентка 70 лет обратилась с жалобами на боли в правом потребении, тошноту, потерю веса, выполнила магнитно-резонансную томографию, с результатами которой я обратилась, собственно, к врачам. На данном слайде МРТ-изображения пациентки в Т1-Т2 взвешенных последовательностях определяется крупное узловое новообразование, характеризующееся гиперинтенсивным сигналом на Т2 и гипоинтенсивным сигналом на Т1 взвешенных изображениях. Далее пациентке была выполнена компьютерная томография с внутривенным введением контрастного вещества. Определяется крупное узловое новообразование, характеризующееся интенсивным накоплением контрастного вещества по периферии, с сохраняющейся гиподенсной центральной зоной. По результатам компьютерной томографии образование было расценено как злокачественное, вероятное гипоцеллярного ряда. Ввиду того, что данные магнитно-резонансные компьютерной томографии не совпадали, пациентке было назначено позитронно-эмиссионная томография с целью дифференцировки между злокачественным и доброкачественным новообразованием. На совмещенных ПТ-КТ-изображениях визуализируется крупное метаболически активное новообразование, характеризующееся высоким уровнем захвата по периферии и о метаболичной центральной зоне, что позволило исключить доброкачественный характер и подтвердить злокачественную природу новообразования. В пациентке в последующем была выполнена биопсия, по результатам которой это катался метастаз вертиноклеточной саркомы. Следующий клинический пример. В пациенте при фиброгастродоноскопии было выявлено новообразование желудка с последующей биопсией, по результатам которой это казалось воскоклеточная динокарцинома. На позитронную эмиссионную томографию был направлен с целью стадирования опухолевого процесса и при насовмещенных ПТ-изображениях визуализируется метаболически активное новообразование тела и кардиального отдела желудка, а также в седьмом сегменте печени определяется участок гиперфиксации радиофармпрепарата, расположенный субкапсулярно, без видимых структурных изменений на компьютерной томографии. Данные изменения были характеризованы как вторичное поражение. Следующий клинический пример. Пациент 64 лет. В анамнезе у него рак мочевого пузыря, рак обыточной кишки, по поводу чего была выполнена гемиколоктомия. Пациенту невозможно выполнение магнитно-резонансной томографии, так как в анамнезе у него эндопротезирования тазобедренного сустава. Компьютерная томография с внутривенным контрастированием также недоступна, поскольку у пациента высокие значения креатинина в крови. С целью оценки местного рецидива и распространенности онкологического процесса была назначена позитронно-эмиссионная томография, соответственно, без внутривенного контрастирования. И на совмещенных под КТ-изображениях визуализируется участок гиперфиксации радиофармпрепарата в седьмом сегменте печени. На нативных КТ-изображениях достоверно оценить данный участок не представляется возможным, поэтому выявленные изменения были более характерны для вторичного поражения. Еще одной областью применения позитронно-эмиссионной томографии является оценка результатов лечения. На данном слайде представлены данные совмещенные под КТ пациента. В анамнезе у него центральный рак легкого. На верхних изображениях первичное исследование. Во всех сегментах печени определяются многочисленные гиподенсные образования, характеризующиеся высоким уровнем захвата тордезоксиглюкозы по периферии. В части из них отмечается метаболичная центральная зона. Также визуализируется лимфоденопатия ворот печени с признаками гиперфиксации радиофармпрепарата. И при контрольном исследовании через два месяца после проведенных двух циклов химиотерапии ранее визуализируемые образования сохраняются, но характеризуются значительно меньшим уровнем захвата радиофармпрепарата. Также сохраняются лимфатические узлы, размеры их увеличились, и уровень захвата тордезоксиглюкозы в них значительно ниже, что свидетельствует о частичном метаболическом ответе опухоли на химиотерапию. Последний клинический пример, которого я хотела вам продемонстрировать, пациентка 18 лет. При ультразвуковом исследовании было выявлено крупное образование печени в 4, 5 и 6 сегментах. В последующем ей были проведены компьютерная и магнитно-резонансная томография, образование узловое с накоплением контрастного вещества, с гиподенциными участками в структуре. С целью оценки метаболической активности опухоли было принято решение клиницистами о необходимости выполнения позитронной эмиссионной томографии. На совмещенных ПТ-изображениях опухоль характеризуется высокой метаболической активностью. В качестве лечения пациентке выполнялось два курса химиоэмболизации печёночной артерии и на контрольном исследовании после выполненного вмешательства определяется узловое образование, тотально заполненное химиоэмболизатом с наличием фонового захвата радиофармпрепарата. Однако в 6 сегменте печени определяется метаболически неактивный солидный компонент опухоли, что свидетельствует о нежизнеспособности опухоли и эффективно проведённом лечении. Какие же сложности возникают при диагностике методом ПТКТ? Это в первую очередь разрешающая способность, не позволяющая достоверно оценивать очаги диаметром менее 80 мм. Кроме того, как уже было сказано, высокая вероятность сложноотрицательных результатов в диагностике гепатсулярного рака, также метод не специфичен дифференциальной диагностике злокачественного новообразования и очагов воспаления. В то же время данные компьютерной томографии и знания анамнеза могут успешно решить эту проблему. В заключении хотелось бы сказать, что позитронно-эмиссионная компьютерная томография является высокоинформативным методом лучевой диагностики, позволяющим дифференцировать доброкачественное и злокачественное новообразование печени. Возможности гибридного метода позволяют не только визуализировать очаги гиперфиксации радиофармпрепарата, но и понимать их анатомическую локализацию. В ряде случаев позитронно-эмиссионная компьютерная томография остается единственным возможным методом исследования для пациентов, которым по тем или иным причинам невозможно выполнить магнитно-резонансную томографию или компьютерную томографию с внутривенным контрастированием. Позитронно-эмиссионная компьютерная томография позволяет выявить функциональные нарушения до появления морфологических изменений, что дает возможность в ранние сроки скорректировать тактику лечения в отношении пациента. Позитронно-эмиссионная томография играет решающую роль в студировании опухолевого процесса и принятии решения о лечебной тактике в отношении пациента. Благодарю за внимание.